здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любви а значит у нас были гостя на нашей кухне сегодня у нас выпечка выпечка к празднику потому я надеюсь что вы все поняли что это будет к пастке готовимся к пастке что понадобится для начала я хочу спросить куля ты с нами любовь с вами но молчу молодец потому как я провела уже беседу что тесто при выпечке особенно пасхи любит тишину потому пока мы будем как может по минимуму говорить и тише и поменьше хорошо значит для начала сделаем в виде опары что понадобится 200 миллилитров молочка вот разогрета отправляем 50 грамм прессованных дрожжей и столовую ложечку такую смотрите с горкой сахара перемешиваю я не металлической а вот такой вот лопаточкой вот хорошенько хорошенько перемешала ну дрожжи сейчас они сами по себе растают вот и сюда добавлю и сюда же добавлю одну столовую ложку вот такой с горкой видите как будто бы аж 2 муки на этом я сейчас еще раз перемешаю все и обратите внимание вот так вот накрою целлофановым пакетиком или целлофанчиком сверху полотенечком и дадим дрожжам поработать показать себя в работе минут на двадцать потому я приготовлю остальные ингредиенты а вы как всегда ждем и так дорогие мы смотрите вот так вот наши дрожжи сработали видите прям с кастрюльки все полезла поперла на все вот видите значит за дрожжами дело не станет дрожжи отличные все высыпаем мисочку вот вот почему вы знаете я люблю прессованные дрожжи вот когда выпекаю паски краффины вот именно ну конечно можно и те но почему-то здесь они как-то более более мне нравится значит теперь мы начинаем раз дрожжи у нас смотрите прекраснейшие вот такие вот теперь начинаем работать дальше что дальше а дальше у нас 4 желтка меня учили и я вам говорю вот эта пасочка будет на 4 желтках белки вы можете оставить в баночку куда идти спросите безусловно в баночку слили белки накрыли крышечкой в холодильник так как у нас впереди праздники и они пойдут у нас для того для того чтобы потом делать вот это всякие знаете не украшение а вот мазать помазать вот паски эту паску мы смазывать не будем белками но у нас же впереди еще будут паски потому значит я сюда добавляю смотрите 1 3 соли обязательно чуть-чуть вилочкой вот так вот желтки перемешала и отправляем дрожжи и так по очереди что у нас по очереди все что вы видите на столе все сейчас пойдет в тесто на кухне должно быть тепло и тихо это я надеюсь вы знаете значит у нас сюда идет две столовые ложечки сметаны тоже тоже такой комнатной температуры вот а сметана любая какая у вас есть вот есть дальше у нас идет сахар 150 грамм сахара с тем учетом который я уже столовую ложечку надбирала 150 грамм это будет нормально не сильно сладко ну и не так знаете и как сказать нормальненько и обязательно ваниль я беру два пакетика мне одного почему-то сейчас ваниль такая ну то есть не ваниль а сахар ванильный такой что одного пакетика недостаточно потом беру два пакетика высыпала а вы как хотите и сахар есть слегка вот так вот смотрите перемешала вот есть отличненько все часа ну тут собирается сметанка вот бурлит значит отлично все хорошо пока нашим дрожжам все нравится теперь выливаем 150 грамм растопленного сливочного масла вот она тоже с удаши значит все ингредиенты в принципе все чтобы я обязательно напишу их я отправила осталось только растительное масло две столовые ложечки мы отправим немножечко позже а пока зовемся мукой будем частями добавлять муку значит муки у меня здесь 500 грамм но я думаю что возможно пойдет и 450 а возможно 550 будем смотреть тесто должно быть не забитое нежное мягкое тесто его придется поработать дорогие мои обязательно минут десять хорошенько поместить потому сейчас буду просеивать и частями отправлять и так смотрите всю муку используя значит 500 грамм муки я добавила теперь все равно тесто будет липкое сейчас но так как уже ложечка наша то есть лопаточка не справляется я вот так отправлю выливаем сейчас две столовые мажечки растительного масла смазываем тут же руки чуть-чуть и минут десять сейчас вымесим тесто будем работать руками хорошенько хорошенько вымешиваем и так дорогие мои смотрите вот так вымешиваем и чем дольше мы будем вымешивать с вами вот очень легко одной рукой вы держите держите свою мисочку а второй работаете обратите внимание что тесто жидкое но ну так легко отстают от стенок мисочки так вымешиваем минут 10 дорогие мои не меньше может немножечко отдохнем минуточку и опять вымешиваем и вымешиваем и так дорогие мои девочки мальчики смотрите кто будет выпекать видите как тесто оно такое жидковатое но от стенок отстает от лишнейший вот покажет коля вот еще смотрите смотрите как она вот видите отстает все значит 10 минут достаточно это отлично тесто липкое но к рукам не пристает ведет не тянется за рукой это отлично значит теперь накрываем пленочкой обязательно накрываем полотенечком и ставим в теплое место ровно на два часа придите посмотрите ну аккуратно тихо кухню я ухода закрываю потому пожалуйста кто не успел пообедать извините вот через два часа мы с вами встретимся на пока ждем и так дорогие мои прошло два часа продолжаем дальше смотрите что здесь у нас обратите мне обратите внимание тесто вот так вот поднял под него за увеличивать но практически в три раза хочу заметить что дарья мои не рассчитывайте на не надейте что это тесто будет лезть у вас этой миски почему потому что это сдоба она жирная там масло много потому имейте значит сейчас я возьму немножечко муки это тесто вот руку так отлично тесто мягко смотрите какое тесто видите вот внутри видно коляда смотрите какое тесто шикарное просто что счет того что много жира и мне трудно подниматься вот вывалила так сказать сейчас секунду беру муку чуть-чуть присыпаю и немножечко так легенькими движениями обомнем смотрите как аж так она знаете как-то шипит немножко как газировка вот вот так вот обомнем сколько добавим муки дорогие мои ну как говорят трошечки но это трошечки может быть две три четыре столовые ложечки вы увидите сами вот смотрите вот так чтобы она теперь чтобы жира не было вот на нем дать чуть-чуть как прибылими чуть чуть обработаем мукой вот так вот тесто шикарнейшее тесто смотрите вот такое все липкое всего ну как липкая мягкая такой не липкая такой ведь и все как пушок отлично вот сейчас еще чуть-чуть и теперь это тесто хочу заметить коля шо ты молчишь подсказывай потихонечку раз сегодня у нас без анекдота потому что паска анекдоты недопустимо в принципе вот значит у нас форма застелена пергаментом нарастили бачка вот видите по потому как это будет еще подходить значит вот это тесто я разделю опять так чуть-чуть прибыль а теперь можно немножечко прибыли здесь уже ничего страшного не будет значит разделю его пополам пока вот так вот смотрите какое внутри видите сразу видно вот вот все а ну теперь каждый этот кусок кусанчик сейчас возьму тарелочку блюдо блюдо присыплю хорошенько мукой вот так вот и каждый этот наш кусочек разделим на четыре части зрительно так как получится конечно ну хотелось бы одинаковые да вот пополам и это пополам еще раз пополам чуть-чуть вот так подкатали но здесь не сильно важно вот шарик и сюда это тоже и так все тесто разделим на 8 частей и так смотрите вот так вот разделила накрывать не буду ведь они прям подходят подходят кухне тепло берем первый такой вот колобочек или кусочек теста и раскатываем раскатываем будем говорить не сильно большой желательно конечно прям угольничек можно даже ручками растянуть вот потому как здесь не надо сильно много вот так вот сейчас мы с вами здесь что будем делать с этим кусочком теста немножечко слегка намажу так как у нас жира и так много но это обязательно сливочное масло которое уже растаяло вот или растопили тут как у вас если сильно жарко тону растает сам на масле есть теперь присыпаем сахаром сахар можно добавить здесь и ваниль как вы желаете можно корицу присыпали дальше посыпаю значит у меня здесь изюм и вяленая вишня а вы что желаете присыпали смотрите вот таким вот образом вот это уже как сказать начиночка чем больше тем лучше но тоже без фанатизма можно шоколад добавить можно все можно у меня еще там мак есть я покажу что есть маком делаю вот теперь сворачиваем трубочкой вот так вот не сильно как придавливаем но зажимаем края вот зажали все краешки теперь стараемся прокатать чуть-чуть ее растянуть эту трубочку вот таким образом потом что делаем я делаю так вот таким вот образом заворачиваю хвостик подворачиваем сюда и выкладываем в нашу форму так видно поля форм вот я вот так покажу вот смотрите и так я сделаю все 7 штучек один оставлю потому что сделай и все покажу а пока ждем и так дорогие мы смотрите вот так вот все накрутила аккуратненько с ним очень аккуратно она уже тесто стало подходить значит поместились так как я рассчитывала ну потому что я знаю уже знаю приблизительно там знаете тесто сколько чего вот так вот у меня на столе маковая начинка но использовала я только в один рулетик в этот или булочку допустим составляющую с нашей паски потому что решила что это будет накрашен там достаточно изюма было все потому имейте ввиду значит сама я маковую начинку не делаю а покупаю вот это не реклама но вот такая вот начиночка продается в магазинах она уже готова не надо не варить ничего с сахаром сладенькая только намазывать вот потому значит что дальше накрываем целлофанчиком и также сверху полотенчиком и в тепло я думаю не не менее чем на час чтоб хорошо хорошо потом почему так долго дорогие мои потому что тесто тяжелое жирно тяжелое потом надо дать больше времени чтобы оно увеличилось ну я думаю тоже где-то в два раза кусочек теста у нас остался я его сейчас обомну немножечко добавлю муки и оставлю это будет на украшение немножко позже потому ждем итак дорогие мои смотрите прошел часик практически вот так вот тесто наше расстоялось убираю целлофанчик смотрите вот вот такая вода пухленькая все супер везде расправить значит первым долгом я хочу вам сказать что я смажу обязательно для начала значит что у меня здесь желток и 200 2 чайные ложечки молочка желток большой потому так кажется будто бы много значит будем смазывать очень аккуратно чтобы не повредить это наше тесто итак дорогие мы вот так вот смазывала легоньку пусть она подходит еще она ведь и движется потихонечку значит вот этот кусочек теста который оставляла я сюда добавлю его так хорошенько обмяло что было более плотное такое видите две столовые ложечки муки вот так мяло мяло пока сделал опять можно еще смотрите чтобы оно было такое знаете податливое в работе отрежу ну как украшаем сейчас знаете вот эти вот это будем говорить это не паска это на паску там на праздник паски да но это сама не паска так сказать праздничный такой кулич да вот ну многие как такое что на стол не всегда же не одна шпаска значит что мы делаем делаем такие вот желтики вот я вам покажу а потом уже когда сделаем все делаем тоненько жгутики даже можно немножечко муку стараемся вот это уже фантазия придавили растянули я думаю что многие делали девочки мальчики караваи такие вот и теперь что хочу вот таким вот жутиком сейчас покажу вам обойти вот по всему по всему вот как сказать периметр окруженности окруженности по всей так вот значит смотрите с одной стороны делаю жгутик чуть-чуть пальчиком придавили больше меньше не важно дорогие мои она потом все подойдет главное чтобы украсили что было красивенько и нравилось прежде всего вам вот нарезаем вот смотрите вот таким способом почаще можно можно идти как вам удобно под углом да и вот так вот нарезали и выкладываем сразу все пуля сейчас выложу покажу сразу же вот как выкладываем на тесто расправляем выкладываем красивенько вот сейчас смотрите вот он будет вот таким образом вот там тесто поправим итак я постараюсь везде везде украсить. Потом еще какой-то цветочек, какую-то розочку вырежем. Короче, я вам украшу и все покажу. А пока ждем. Итак, дорогие мои, смотрите, украшение, ну, такой типа цветочек, да, чтобы было красиво. Как вам нравится? Раскатали, я вот такой трубочкой сделала, но оно все равно тесто есть тесто. Еще потом, чтобы кругленькое довольно-таки было. И нарезаем. Нарезаем вот таким вот образом, но не до конца. Смотрите. Вот. Делаем такие надрезики. А потом из них вот. Сейчас. Ой. Это, конечно, ювелирная работа, но ничего. Вот так вот разрезали. А теперь будем делать. Сейчас, сейчас, сейчас. Видно там, Коля? Оно такое манюсюсенькое. Вот так вот защипываем вот эти наши краешки. Треугольничка. Вот, как листик. Смотрите. Вот берем так. И сейчас защипываем, 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 защипываем со всех сторон. Убираем уголки вот эти, сводите до до серединки. И все. Вот. Сейчас покажу ближе на ручке. Смотрите. Вот так вот будет. Видите? Больше, меньше. Это же тесто, оно сейчас подойдет немножечко. Ой. Там уменьшится, там увеличится. И выкладываем, куда вам нравится. Вот такая вот красота. Смотрите. На тесте оно более красиво смотрится. И так делаем еще один, еще один. Сколько хватит теста? Потому сейчас все украшу и покажу вам. А потом быстро в духовочку. Потом ждем. И так, дорогие мои, смотрите. Вот так вот украсила, как смогла. Как работает фантазия. Вы тоже. То, что можете, то и делаете. Вот. Может оно все подходит, бросится в духовочку. Значит, смотрите. Духовка. Вверх-вниз. Средний уровень. 200 градусов. 15 минут. Потом убавляем на 180 градусов. И где-то 30-40 минут. Будем смотреть по готовности. Я потом еще, вдруг с чего, я включимся, вам покажу. А пока ждем. Итак, дорогие мои, наш кулич готов. Но есть одну маленькую ноль. Чуть-чуть прозевали и немножечко так, как загорел. Потому имейте ввиду, через 15 минут прям руку на пульсе сразу накрываете фольгой, чтобы, потому как это как раз та температура, которая пригорает. Вот смотрите. Такой получился. Но в серединке все покажу, как я его бачка, все покажу. Когда он остынет. Потому как надо дать остыть. Ждем. Итак, дорогие мои, наш, так сказать, кулич готов. Да, это на праздничный стол. Очень нарядненько. Я вот его украсила. Но хочу заметить, кому вот придется покупать вот это морежево, так как кружево, то я вам не советую. Потому как, видите, оно пищевое, да, но с него ничего хорошего не получится. Вот видите. Оно на клей цепляется, потому сладкое. Оно съедобно. На пищевой клей. Да, на пищевой клей, да. Потому я считаю, что это, оно стягивается не очень. Короче, я так сейчас немножечко вот оборву. Вот такое вот оно все. Казалось бы, сладкое, это такое пищевое все. Вот, ну что ж, давайте посмотрим сейчас, что ж у нас там. Так как пасху, нам вообще, говорят, мне бабушка учила, да и нам многие знают, что резать нежелательно. на пасху куличи. Лучше их ломать, потому сейчас я так поддену, потому как вот, и отломаю. Ну что, Коля, будем ломать, посмотрим, что мы с тобой сделали. Делала ты, а я сниму. Вот смотрите, какой он сейчас уже. Смотрите, нежное тесто, вот видите, остывшее, потому ничего уже нигде не парит, ни в этот. Вот смотрите, какой в серединке. Видите, это же все здесь, начиночка у нас. Вот пасха, такая нежная, классная пасха. Вот это сочная, потому что здесь же вичня. Ну и, конечно, такое, знаете, ну тесто жирноватенькое. Пока Любаня прожует, а я к зрителям обращаюсь, я мужественно выдержал сегодняшний ролик. Молчал. Кто поддерживает, ставим лайки. Молчал, потому что Люба сказала, что мне говорил. Вот, дорогие мои, здесь я добавляла, смотрите, я вам уже покажу. Изюмчик вон добавляла, видите, то есть изюм и мак, ну только в одну совсем, булочку в эту, смотрите, нежненький, мягенький, смотрите, какой вот он здесь. Бесподобный. Короче, если у вас будет желание и возможность, сейчас я вытрусь, потому что, боже, заелась. Если есть желание и возможность, то готовьте. Ну, конечно, скажу вам честно, придется повозиться, потому как там постояла, там замесили, это требует труда, и я вам скажу, что труд, это получается вкусно, потому пожалуйста, кому это время много, то есть паски, которые, у меня есть рецепты, будут еще, которые делаются намного быстрее, и не менее вкусные, потому что ж, рецептом поделилась, попробовала. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии, а самое главное, будьте все здоровы, будьте счастливы, мирного неба, и вам, и нам, и всему, всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания.